У нас проблема с дышком. Пали обороты. Не поймал, следующее давай. Давай, бизись, бизись, бизись. Бля, бабуха. Шоксна разволновалась. У нас тройное расхождение, ведь не тарань будь, не тарань будь. Ох, это была швартовка вслепую, наверное, самая слепая швартовка, которая у меня когда-либо была. Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня оно такое. Проснулись с утра. Рассмотрели причал, к которому пристали. Ну, в общем-то, сносно. Конечно, здесь нужно быть осторожными швартовки. Мы готовимся уходить отсюда. Думали, что здесь все заброшено, а нет. Оттуда доносятся звуки триммера. Косят травку. В заброшенных местах обычно травку не косят. Надеваем спаджилета. Сейчас против солнца. Ивановский мост даже не видно. Ночью он был хорошо подсвечен. Вот, видите, стал бы стоять сверху. Это как раз таки мост. Ночью он был очень красиво подсвечен. Итак, мы начинаем отшвартовываться. Мы здесь заводили швартовые в все стороны, чтобы закрепиться. Так как, как видите, даже сейчас идет сухогруз какой-то. И они здесь ходят постоянно. Видишь, как я поймала? Круто! Мы его подрежем? Или пропустим? Или пропустим, да. Вряд ли он на наше место идет. Мы пропускаем вот этот волгодон. Да пусть пройдет, ведь мы за ним пойдем. Давай? Давай. Давай. Ну что, ты вперед? Да, пойду. Все равно, у нас 21. Сверху. Включил кавришну. Вот малый. Болгодон заходит под мост. Мы идем за ним. Включил кавришну. Малышка, вода сосутка. Нам надо откачать воду. Должно быть 20 метров, да? Пройдем. 20 метров, да. По-моему же низкая вода. Пройдем и сейчас кто-то останется. Ничего себе, где-то прошли. Пройдем. А я думал еще бы не одинок. Наверное, одинок. Я думаю, что он был одиноком. Началась активная навигация. Волгодон впереди расходится с сухогрузом, с баржей, которую толкает тягач. Здесь рядом теплоходник. Стоит возле Кужина или Кожина. Открывает. Орля по временем. То, что его потрепанный. Волгодон. 162 КМ, и за подыва на бобл Jerusalem. Будем расходиться где-то с барышей, потому что явно у неё скорость быстрее нашей. Нам её не обогнать. Прямо, это как по морю идёт. Нормально? Хорошо. Друзья. У нас тройное расхождение, ведь не тарать будь, не тарать будь. 33М, 21М. 33М, смотри, впереди не будь. А остров? Так вот мы расходимся в проём. Мы поговорили с каким-то нефтеводовозом. Так, втроём разошлись, осталось только, чтобы нефтеводовоз 21 нас. Обогнал уже? Ну, давай, нашёл дальше. Расходимся с нефтеводовозами. Ты какой-то сильно разъедлый у меня на фото, на видео. У тебя всегда такая шапка? Не знаю, у меня уши мёрзли. И голова мёрзли. А видишь, опять пришло сюда. Да, блин. Итак, мы решили немного помочь двигателю парусов. Всё, больше не надо, пожалуйста. Вот так видно. Я попросила его зарить, и чтобы оставался обзор. Хотя бы сидя. Мы повернули, ветер скис. Парус повис, пришлось его убрать. Меркурий. Интересное название. Да. Уходим уже. Разошлись мы с Меркурием. Жак-сна разволновалась. Качает нас. Ну, конечно, с вчерашним белым озером не сравнится. Чёрт. Биль, давай распускай. Смотри. Чёрт. Олег, каюту уйди, пожалуйста. Здесь, смотрим, нельзя забраться. У нас проблема с пешком. Упали обороты. И он не отбирает обороты. Видите, я слышу какой-то звук. Я, честно говоря, не слышу. Раскидываем парус, чтобы яхта не потеряла управление. Нормально там ноги-то всё равно. Ноги-то нормально. О! Пошли обороты. Обороты с вами не поднялись. Да тут этот датчик непонятно что показывает обычно. Да. Сделай на средний, как было у нас. Не надо стильно прям это насиловать. Давай чуть меньше. Ореш, уйди, пожалуйста, пока в каюту. Собудово в рычажке газа дело. А? Собудово в рычажке газа дело. Ну, может быть, ведь. Собудово в рычажке газа дело. Очередная баржа. Ружавая, старая. Которую толкает в буксир. Как я уже говорю, металлолом. Ну, мне это кажется. Может быть, она ещё может много лет прослужить. Я-то не специалист. Юля. Так. Юля. Абитанс. Как ты выб crей. Тринус. Тринус. Мне нравятся такие эвакуационные капсулы, шикардос. Поскакали на волнах от механика Антонова. Вот здесь такое местечко, причальчик. И, видимо, плавучая гостиница или плавучий ресторан, не знаю. Хотя по виду больше похоже на плавучие общежития. Как-то лес, 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 а потом раз, причал. Вот такое плавучее сооружение. Так, поднялся ветерок, и мы решили поставить еду. Орешка так и спит. Орешка так и спит. Петер, правда, как-то совсем сейчас сможешь подвигать. Ну, а сворачивайся, ветра нет. Сворачивайся? Ну, давай сворачивайся. Так, мы решили сверху парус. Ветер начал упрячивать в сторону. Масерлагер постоянно поворачивает. Масерлагер постоянно поворачивает. Попробачивает. Купается? О, да. Ну, по-моему, для купания, конечно, еще не так жарко. Хотя на берегу ветра нету, наверное. Павла, там сладенькое что-нибудь, достань тоже. Сладенькое что-нибудь достань. Печаек. Давно никакие суда нам навстречу не шли. Вот какой-то копирочек. Сейчас мне кажется, что это гимн, который скажет. Документы, да? Хотели развлечения? Вот. Приближаемся к городу Шексна. К шлюзам, расположенным в этом городе. Здесь очень красивые острова. Вообще, в Мологодской области потрясающая природа. Невероятно. Итак, подходим к шлюзу. Видите, сейчас пытаются связаться со шлюзами. Там две камеры уточнить. Какую нам идти, потому что мы этого не знаем. Я так понимаю, что там есть камера побольше и камера поменьше. Ну и что? На рейде или к стенке седьмого? Ну, к стенке седьмого, а там места есть? Ну, раз ты должны куда-нибудь хрестеть. Седьмого, да? Да. Вот у нас стенка. Шлюза, ветер немножко навалит. Горит очень ярко красный свет. А вон там, кстати, вот, пешек снар. А вон там, наверное, не верно, по-моему, к стенке. Там горит красный, но мы уточнили у диспетчера. Мы же пойдем туда, к началу стенки. Да, давай в начало. На стенке дойдешь в ход еще вниз. Хорошо. Может, сейчас она у меня и сейчас на грани управления. Но, может, сейчас за стенкой будет тише. Вот этот или следующий? Давай к следующему. Давай. Нейтраль. Нейтраль. Помоги, дядя. Не поймал, следующий давай. Давай, бей, бей, бей. Бля, бабуха. Нормально все, ничего нет, нормально. Чуть-чуть отопрись, отопрись. Потом мы нанейтрали. Да, давай, дотолкаемся. Они какие-то такие глубокие, высокие. Да, не ровно. А, кранцы отрабатывают. Всё Всё Ванал Смотри, яхта, ё-моё, ашфотровались причальные стенки седьмого шага. Пришвартовались у причальной стенки шлюза в Шексне, сказали ждать минут сорок, когда выйдет встречное судно. Пьём чай. Нет, череповца там постоять негде. Ну что, Ир, а я до череповца? А до череповца сколько? Ну, у нас было расчётное время прибытия, если не считать шлюза, надо же. Если не считать шлюза, 10 часов вечера. Сейчас мы здесь потеряем, ну, полтора часа точно, 12 часов ночи. Блин. А? Не знаю. Сейчас с нами связался диспетчер, уточнил наш флаг, размеры почему-то не уточнил. Фамилию капитана и судовладельца два раза переспрашивал. Пункт управления и назначения. И сказал заходить за механиком Демидовым. Это вот зелёное судно стоит. Восьмой, а не седьмой шлюз. Мы уже заметили, что седьмой как-то выглядит нерабочим, если честно. Не знаю. Оттуда сейчас выходит как раз-таки голубая баржа. Я не вижу название. Волгодон 5057. Вот. Видя подсказал, что это Волгодон. Волгодон 5057. 5057. Просто он лучше слышал переговоры. Вот. Просто вижу название. Ты отсюда видишь? Я не вижу. Не знаю, успеем мы сегодня к Череповцу или нет. Хочется успеть, чтобы завтра уже идти через Рыбю. Но если успеем, это будет где-то часами двенадцать. Уставший. А там вон ещё выходит какой-то маленький. Но я не вижу. Нет, Отдавались. Так, ведь, подтолкнешь? Я даю теперь малый ход? Да, давай вперед и потом. Нас наваливай. Синей дать вперед? Да что ж так? Есть уход, есть уход. Сейчас. Вот, да, не надо. Что-то волга, этот механик, елицы там. Ну, мы борт, главное, не цепанули. Ну, кранцы для того и нужны. Там впереди разрушенная церковь. Чудесная, опять-то, примечательность. Ну, она, так, да. Слушай, ну, Митричком идет вроде бы, не бывает войти. Восьмое шлюз. У нас вместали в седьмом шлюзовать. Ага, вот смотрите, вот что значит, строили шлюз недавно. Его в 80-х годах строили. Подумали о людях на маломерных судах. А там, блин, эти высокие, до которых рен дотянешься. Да. За Рим и большой респект. Ну, а за то, что нас туда не поставили. Может, кто-то знает, потому что в интернете информация о том, что седьмой на Римой я не нашла. Будь ли тут не рабочий. Самоответственная позиция. Ну, любого, что там? Взять можно, дать их следочек, и все. Да, подойти. Накинуть, затормозить, дотянуть. Тормозить буду я. Десять раз переключить. Быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. Да, классно. Стенка прямо из... Как называется? Свартовая, в шлюзовую переходит. То есть этот, как его, механик Демидов? Он, по-моему, так и прополз по стеночке. Его ручками можно вон довести до шлюза. Вить, оттолкнись чуть-чуть. Вить, Вить, сильно близко идем, пожалуйста. Ну, вообще, срежь не идем. Миллиметрик. Вообще, молодец. Угу. Витя. Это первый, а второй. Ты что, сидишь-то? Ты видишь крюки высоко здесь? Да. Второй, Витя. Докинешь? Задний давать? Да. Так, окей. Все окей. Все нормально. Какой лист такой. Рым интересный. О, все, закрываются. Смотри, как поднимаются. Смотри. Дай, дай, дай. Дай, дай. О, ммм. Мам. Мам. Вот насколько уже спустились. Спуститься мы должны на 12,5 метров. Продолжение следует... Ворота открываются. Продолжение следует... 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 И это вообще пазвор, который опускается. Может и пазвор. Стоя похожий пазвор. Пазвор очень. А вообще-то похоже, знаешь, как крыль, которая подключает еще следующую баржу, пинает ее вперед. Стоять. 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 Какие-то тоже таким приспособлениям перейдешь, чтобы толкать. А леду в пальто, наверное. Ну, ну, вообще, вообще. Ничего удивительного, в ней нужно толкать. Ну, да. Вот даже вот сейчас. Вот 15-17, даже к созванию одет. Череповцу будем подходить в ночи. Постепенно, даже присягнете поем. Сейчас уже почти все. Идем по фонарикам. У меня такое ощущение, что камера телефона передает картинку светлее, чем здесь на самом деле. Субтитры делал DimaTorzok. Идем по фонарикам. Субтитры делал DimaTorzok на подходе к череповцу всё мигает впереди створ мигает зелененьким буи покачиваются вон там на горизонте ещё за двумя поворотами светится череповец появляется надежда что скоро придём у нас речка в темноте распознали только по фонарям сейчас уже он отвернул бы мы видели и топовый и левый и правый борта вот такой небольшой кораблик потихоньку приближаемся к череповцу доложились это кто диспетчер череповца или как-то диспетчеру движения по череповцу о своем прибытии осталось найти место для ночлега вроде как здесь есть яхт-клуб ты не один, да? а пойдём их все? как идём? да, как идём? а связаться с ними не получилось, да? ну, нет, номер телефона и, да, надеём их все вообще не получилось да, к сожалению очень удобно, когда заранее созваниваешься и уже знаешь, куда идёшь вообще встречают ну, не так и нервно, по крайней мере что придёшь, а там закрыто, либо никого нет, либо всё занято, либо вообще эхт-клуба не существует тут проектов можно портить здравствуй и бажай и надеём так, что идёшь и переставрюки и, да и таким образом показать в росте и ребята и и и и Вот такое сооружение здесь Серьезное Калининграде Красота Попробуем по краю Свет Не знаю, может и ниже постел Может и ниже Может и гажется А? Вот она Гошка Гошка Куда Так, впереди достроенный мост, господь. Здесь порт. А на той стороне, как я понимаю, спальный район. Волгодон. Слушай, на камере мне прям-то его хорошо видно, а так вообще только по тому, что он загораживает другие огни. А что это за значок? Сначала красным, потом зеленым подмигает. Поворотно будет. Так. Там еще, да, идут? Походи, вижу. Такая же гор моста. Так. Сейчас будем проходить под пролетом Череповецкого моста. Судя по отметкам, здесь высота его составляет больше 15 км. Здесь мы должны поместиться без проблем. Какой красивый мост. Так. Ну а перестань. Что, можно… Так. Подошли, ура! А теперь нам предстоит искать здесь. Ну, тот фонарь предположительно. Ну, там что-то вокруг этого фонаря есть, но что там, не знаю. Мачт не видно. Вот такой прекрасный мост. Мы избавляем ход. Заворачиваем без клубов. Вот именно этот фонарь, да? Ну, по идее, да. Да. Проблема в том, что у нас нет никаких фонарей своих. Парк. Что? Десяти стосов. Да. 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 На. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Судя по лаю собак Витя дошел Короче вот так встали мы Извините я свечу телефоном Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь кошка вернется да не бойся это видео кошка да это я слышала ну чё сказали далеко не ходи съедят встали мы с таким шикарным видом здесь и и да и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok